итак ребят всем привет сегодня я выехал на очередной коп но выехал я очень поздно как вы видите по времени у меня уже доходит 3 часа вот позвонил мне Костян Камрад и говорит Саня ты сегодня выходной если что мы сегодня на копе но к сожалению сообщил мне это об этом очень поздно так что дела я быстренько дома закончил и сорвался еду я очень быстро порядка 160 км в час конечно не советую так гонять особенно на коп остановились они там почему потому что там вся трава выгорела кто-то или что-то спалило там всю траву травы там в принципе очень было много вот и они остановились и буквально за какие-то считанные минуты они выкопили хорошие монеты вот мне Костян сразу позвонил сказал Саня давай встретимся и я с большим удовольствием бросил все дела и мчу к ним ехать мне еще порядка 40 минут еду я быстро но все равно если нормально ехать туда дороги в принципе займет ни много ни мало времени вот так что рвем туда когти находки будут вы об этом узнаете смотрим итак ребят подъехал я к амрадам вот общаюсь всем привет да привет вот машины стоят вот лопаты видите я иду первый сигнал сигнал сразу пацанам сказал ой извиняюсь за выражение очень хороший сигнал за 90 и вот смотрите в ямке у нас монета и монет у нас это пятачок пятачок год 1876 год а у меня 73 вот а у Костяна тоже здесь же поднял 73 пятачок вот представляете как надеюсь у меня сейчас через каждую секунду будет сигнал первый сигнал первая монета можете меня порадовать сегодняшний коп уже уже удался не зря я мчал здесь на 160 как вы видели но прет все продолжаем итак у меня очередная находка если бы не пин я бы его не нашел это у нас вот такая вот копеечка советская советская 1953 года да честно говорю если бы не пин пинпойнтер я бы ее не нашел потому что она стояла бачком как-то вот так вот сигнал был но не мог найти пришлось достать и при помощи пинпойнтера я его нашел ладно продолжаем итак забрался я вот в такие вот дебри вон он юрий копает сатэпро вон там наша машина с леском был сигнальчик и выпал у меня такая вот монета так монета монета у нас 50 рублей 50 рублей 1993 года странно по-видимому по этой дорожке кто-то в советское время просто-напросто проходил я бронил ну ладно находка продолжаем ходим по такому вот выжженному полю между прочим как я сюда ехал несколько видел мест где выжжено вот и здесь тоже между прочим здесь ездили на уазике собирали железо по всему выгорянному участку вот ребята там ходят у меня выпал вот такой вот в очень хорошем состоянии у меня еще не было напештка вот в таком состоянии просто идеальный нигде не помятый ни обломанной ни трещинки просто в очень хорошем состоянии вот такой наперсок железа здесь очень много все рет все пищит и вот такой-то у нас наперсочек вышел ладно продолжаем итак у меня очередная находочка я знаю что это у меня пуговка вот такая пуговка ох пуговка у нас смотрите я такую пуговку еще ни у кого не видел вот такая интересная пуговица очень интересная тем что нарисованы крылышки какой-то горшок одет на палку и вокруг него обвиваются змеи я не знаю получится сфокусировать нет но вот такая вот штучка ладно продолжаем итак солнышко у нас уже садится вон ребята ходят собирают вот Костик говорил что он там монетку серебряную нашел 24 года это хорошо и у меня вот тоже сигнальчик был и выкопал вот такую царскую монету царская монета 2 копеечки 1908 1908 вроде да сохран вроде ну сохранчик на троечку но все равно находка вот такая вот монетка ладно продолжаем копать на этом месте к сожалению место выбито настолько что даже после выжженной травы находок совсем нет значит летом сюда смысла ехать нету и значит за это место просто-напросто забудем что оно уже существует но есть у меня друг камрад на этом месте подымал клад клад медный пятаковой Екатерина ну вот все продолжаем находки будут смотрим итак у нас время подходит к завершению солнышко упало один камрад и юверец уже накопался сложил пьет чай мы с костяном еще ходим вот у меня сигнальчик выпал и вот такая пуля патрон патрон целый патрон не знаю от чего скорее всего от пистолета ну не знаю кто знает может в комментарии отписаться что это за пуля патрон ну Костян сейчас чуть позже скажет от чего это ладно продолжаем итак буду заканчивать я на сегодня коп копали мы сегодня втроем вот было в принципе неплохо но хотелось бы и лучше конечно из находок у нас получилось что у Костяна такая отпуск интересная декоративная цены нету значит до революции возможно пуля вот такая здоровая я не знаю бронебойная патрончик вот такой очень интересный колесик от керосинки тоже интересный здесь рисуночек камера не передаст но здесь вот интересная обычная надпись а здесь вот рисунок так по шмурдяку у него еще вот такая вот тоже пуля пуля непонятная что за пуля кто знает может кто подскажет но у него пуля почти вся в гильзе полностью как на травмат только старая так вот такая бляшечка от ремня возможно от женского потому что в свое время у нас геев не было так 5 копеек 1941 еще один советик 15 копеек 61 1 копеечка 1887 двушечка 38 вот такой советик я говорил он поднял 23 года 10 копеек ну и зачетная находка у него сегодня опять копеек 1870 четвертый или первый и вот такая от буковка ять возможно это от погона так я приехал гораздо позже прошелся поднял вот такие вот бутылочки интересные кто знает скажите какого года на них имеется надпись непонятного рода ну просто цифровое обозначение возможно это просто медицинские тюбики вот от всяких мекстур разного цвета так по шмурдяку вот такая пуля говорят патрон от ТТ целый целый наперсток никогда не поднимал целые колесико от керосинки стандартные с надписью и наконец-то я поднял первый раз вот такую вот подкову подкову походу от зимнего коня потому что как вы видите вот такие вот шипы имеется вот кованый гвоздик остался еще одевалась на подкову вот так вот на ножку но видите имеется такие вот шипы видно зимняя зимняя резина как на машину так дальше вот такая копеечка ничего особенного и вот интересная пуговка я вот такую пуговку еще ни у кого не видел имеется какой-то черенок колышек и не знаю что на ней находится каска и от каски исходят ангельские крылья вот к этой каске ползут два змея обвивая вот этот черенок непонятная пуговка кто знает подскажите по монетам вот такая беда не знаю надо посмотреть 1993 полтинник царь две копеечки две копеечки 1908 по размеру судя это тоже две копеечки тысяча к сожалению год не скажу и вот такие вот пять копеек причем первые же секунды копа первый же сигнал выпал вот такая монета 1876 года пять копеек прямо возле колеса у товарищей ладно закончу вот таком вот месте кто узнает это место из самарчан делать здесь больше нечего все всем пока удачи подписывайтесь на канал кто не подписался и всем хороших охоток все удачи удачи а а о о о о о em о о о Субтитры создавал DimaTorzok